Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, я, Бэдмен, и сегодня я хочу вам показать один особенный баг на проекте Смотра МТА. Нет, это не баг на деньги или на что-то ещё. Это баг на драг-гонку. Как выиграть абсолютно любую гонку за всего лишь пару миллисекунд. Даже секунд там, как захотите. То есть этот баг позволит вам выиграть абсолютно любую гонку, вне зависимости от того, какая у вас машина. Сделать это довольно-таки просто, и сейчас я вам покажу, как же это сделать. Надеюсь, что этот баг ещё какое-то время будет работать, он никак не будет мешать проекту. То есть я уже написал Александру прототипу, разработчику Смотры, чтобы он занялся этим багом, потому что я проезжал гонки за 5 миллисекунд. То есть даже это не секунда, это 0,5 секунд, и это очень-очень мало, согласитесь. И сегодня я вам покажу, как же сделать именно такой баг, чтобы удивить друзей и выиграть их там, допустим, выиграть у них тысячу рублей. Так что, ребятки, смотрите внимательно. Приятного вам просмотра. Ну что же, вот мы и на драг-треке, дорогие друзья. Сейчас вы будете наблюдать, как же сделать этот самый баг. Как перехитрить друга и выиграть у него там тысячу вертов, допустим. Смотрите, ребятки, надо подъехать на гонку. Вот стоит, допустим, друг. Или он ещё не приехал. Лучше, конечно, чтобы он не приехал. Вы просто говорите, приезжай, давай подрагуемся, типа того. А вы подъезжаете, нажимаете F3, выбираете свой автомобиль, на котором вы едете, нажимаете блокировка. После чего у вас багуется вся система. У вас написано то, что гонка ещё не началась, вот эти значки и светофоры остаются. Вы просто подъезжаете к финишу. Вот вы подъехали к финишу. Но не переезжайте его, то есть останавливаетесь где-то вот на таком расстоянии. И сейчас вы увидите, как же обхитрить друга. Вот я, допустим, говорю другу, поехали. И друг становится на гонку. Ready, set, go. И я проезжаю гонку за 0,5 секунд, а друг ещё где-то там плетётся и, в принципе, не успевает доехать. Вот он и доезжает. И я выиграю гонку за 0,5 секунд, а он за 6,5 секунд. То есть вы поняли всю суть. Если же это использовать не таким образом, а становиться одновременно, сейчас я вам продемонстрирую, за какое время можно на этом чипе, на Ламоргини-Хуракане, проехать с этим багом всю драг-гонку. Сейчас я к вам вернусь, дорогие друзья. Сейчас вот вы видите человека, который с вами стоит, и чтобы его удивить и не делать так, что вас не будет видно, вы подъезжаете, становитесь с ним на гонку. Отчёт начинается, вы также делаете этот же баг и просто стартуете намного раньше. Вот он летит сзади, а я проезжаю за 2 секунды весь драг-путь. Вот такие вот дела, дорогие друзья. Если вам понравился данный баг, обязательно поставь лайк и подпишись на мой канал. А сейчас я вам, ребятки, покажу ещё 2 простеньких бага на проекте Смотра МТА, которые вам будут тоже довольно-таки интересны. Так что оставайтесь на связи и смотрите этот видеоролик дальше. Ребята, думаю, у многих была такая ситуация, то что вы играете на проекте Смотра МТА, и вам резко говорят, надо сходить в магазин, либо куда-нибудь ещё и как бы отвлечься от компьютера, но вы знаете то, что вас кикнет, а вы не хотите, чтобы этого произошло. И сейчас я покажу баг, о котором знают уже многие, но далеко не все. Вам надо выйти со своей машины, запрыгнуть на неё, встать на крышу, закрепиться на буковку Х или буковку Ч русскую по-другому. У вас персонаж прикрепляется к автомобилю, после чего вы нажимаете клавишу Enter. И ваш персонаж бесконечно бежит, пытаясь сесть в автомобиль, но при этом он остаётся закреплённым на крыше. И таким образом система думает то, что вы находитесь в движении, и вас никаким образом не кикнет. Единственный способ, чтобы это всё разбогалось и чтобы вас кикнуло, это если у вас закончится здоровье, вы простоите АФК после смерти определённое количество времени, и только в этом случае вас кикнет с проекта. А вот при помощи такого бага вы можете постоянно оставаться в сети. Ну что ж, ребята, покажу вам ещё один баг, про него знают фактически 98, наверное, процентов, но для новичков это будет интересно. Есть один такой интересный, забавный баг на проекте Смотра МТА, чтобы вы могли плавать по воде. Я уже записывал видеоролик по поводу машины Иисуса, на моём канале можете посмотреть, в конце видеоролика будет этот самый видеоролик, какая бы татология ни получалась. Смотрите, надо разогнаться как следует, прыгнуть в воду и перед приземлением нажать буковку К, то есть буковку Л. Это круиз-контроль, и вы сможете вот так вот плыть по воде до момента, пока ваша машина не соприкоснётся с каким-либо объектом. Вот такой вот ещё один баг, ребятки, я для вас сегодня подготовил. Ну и последний на сегодня баг, дорогие друзья, это баг на обвесы. Как же снять обвесы с своего автомобиля, при этом не тратя денег, как их поставить, при этом не тратя денег, но можно только поставить один обвес. И это такой вот баг, который не позволит вам полностью купить как-то и сэкономить на этом. Он чисто визуальный. Допустим, у меня есть спойлер, да? Чтобы его убрать, допустим, я могу просто нажать вот так, или, допустим, поменять бампер. Смотрите, у меня сейчас такой бампер, а я, допустим, хочу... Вот не знаю, видно вам будет? Вот такой вот, да? Вот. И я просто нажимаю, не нажимаю добавить в корзину, я нажимаю купить и сохранить. Бац! И у меня стоит уже другой бампер. Но проблема в чём? После переспавна машины, то есть, если вы её переспавните, к вам вернётся ваш старый обвес. То есть, суть заключается в чём? Вы покупаете новую машину. Допустим, да? Вот новую абсолютно. Заезжаете. И можете поставить, чисто покататься с красивыми обвесами, допустим, да? Вот задний бампер. Наверное, будет видно. Вот, видите, тут есть обвесы. Вот такие вот снизу полоски. А сейчас нету. Я нажимаю купить и сохранить. Бац! И теперь у меня их нет. Но вижу это только, к сожалению, я. То есть, другие игроки этого не увидят. И стоит вам переспавнить машину, обвесы снова возвращаются на своё место. Вот такие вот, ребятки, интересные баги. Я сегодня для вас подготовил. Да, тут не будет багов на валюту, потому что я уважаю проект, мне нравится здесь играть, и я не хочу, чтобы его поломали или сломали экономику, чтобы тут стало неинтересно играть. Поэтому я буду показывать только вот такие вот интересные, забавные, можно сказать, лайфхайки для проекта Смотра МТА, которые никак не навредят ни другим людям, ни игре на проекте. Ну что ж, ребятки, если вам понравилось, обязательно подпишитесь на канал, поставьте свой лайк, и всего вам самого хорошего! Субтитры сделал DimaTorzok